Мы сейчас с тобой будем говорить о Бахе, опять о Бахе. И вот у меня всегда ощущение, что вот жизнь человеческая настолько коротка, как только заходит речь о Бахе. Конечно, мы тут сразу идёт понятие категории вечность, когда мы анализируем Баха. Да, потому что мы сразу понимаем, что нам отпущено очень мало, а даже взять, если хорошо темперированный клавер, даже первый том «24 прелюдии и фуги», то этому можно было бы посвятить одну приличную жизнь. Да, безусловно, безусловно. То есть это равно целому ряду философских трактатов. Это равно всей, например, античной философии. Вот если человек захотел заниматься Платоном, Сократом, Аристотелем, да, стойками, софистами, киниками, киринаиками, то вот это не хватит жизни, потому что там столько всего, а тут один. И стойк, и платонист, и аристотелевский сторонник, и христианин, и я не знаю кто, философ, богом данным ему философией, и вот когда думаешь об этих «24 прелюдиях и фугах», только первых «24», потом, через 20 лет Бах пишет, еще «24», а это был замысел, да, создать космогоническую теорию на самом деле. Не так уж много космогонических теорий в истории культуры. Вот Сикстинская капелла Микеланджело, безусловно, это космогония, это попытка воссоздать человеческую цивилизацию, да. И вот Баховские «24», первое же, в первом томе «Прелюдии и фуги», хорошо от имперированного клавира, это цивилизация. Вот давай сегодня попробуем, насколько мы успеем, вот в нашей этой передаче, пройти с самого начала. Мы когда-то в фильме «Свободный полет» говорили об этой удивительной первой до-мажорной «Прелюдии», да, и «Фуге», именно до-мажорной, где нет знаков, приключения, где нет чёрных клавиш, как бы, в самой идее тональности, да. И, на мой взгляд, я не знаю, как ты воспринимаешь, когда ты играешь эту музыку, это вот как бы идея рая. Но это ещё идея начала. Для меня начало музыки – это вот эта прелюдия, до-мажор. Да, то есть, действительно, начало. А начало с чего всё началось? А, ну, собственно говоря, да. Рай. Да, да. Последний день творения, рай, райские кущи, свисающие вот эти самые плоды, подтяжестью гнущиеся, да. И, наконец, в пред-пред-пред последнем такте идёт странное созвучие, которое что-то означает. Вот мы тогда говорили о том, что это тот самый плод, который змею говорил Еву попробовать, и, да, в свою очередь, Адама. Давай мы с тобой сыграем вот эту до-мажорную прелюдию и посмотрим, как Бах на самом деле закодировал в ней всё будущее развития музыки. Да, это вот то самое зерно, из которого всё потом действительно вырастает. Да, если перефразировать или вспомнить просто Чайковского, который сказал о Камаринской глинке, что как дуб в жёлуде в Камаринской вся история русской музыки, то вот как дуб в жёлуде, на мой взгляд, в этой до-мажорной первой прелюдии вся история последующих трёх столетий музыки. Абсолютно, я точно так же, правда, интуитивно это ощущал, но ты это просто философски обосновал. Вот теперь сыграй, именно когда мы об этом поговорили, сыграй, и я хочу, чтобы все радиослушатели сейчас обратились к этой всем хорошо известной музыке, её пытаются сыграть любители, эту прелюдию, думая ошибочно, что это очень просто. На самом деле нет ничего страшнее, чем играть эту... Да нет, ничего сложнее, конечно. Потому что там нужно быть уже не человеком, а каким-то ангелом, там уже нет физического ощущения только пальцев, да, там нужно играть каким-то вот, какой-то атмосферой, аурой. Сыграй. Первая прелюдия, так открывается мироздание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно я тебе скажу одну вещь, которую я тебе не говорил, специально при пазле передачи, чтобы ты сейчас играл еще с пониманием того, что происходит. Те люди, которые смотрят фильмы «Наши свободный полет», они пишут, вот у них зрительный образ еще есть, и вот часто Наташа Кугашова показывает твои руки различным образом, крупным планом со всех сторон. Так вот, огромное количество людей пишут о какой-то безумной, о фетише, безумной любви к твоим рукам. То есть смотрят на руки, видят руки, останавливают кадры, смотрят, как в каждую секунду происходит тончайшее перемещение твоих рук. И вот сегодня я, пометуя эти письма, причем самое удивительное, что пишут не только женщины о любви к рукам, пишут и мужчины. Но, конечно же, в основном женщины, потому что женщины способны вот так полюбить руки творца, понимаешь, руки музыканта, потому что это ведь не просто движение. Вот я сейчас сам, зная это и помня текст этих писем, понаблюдал за твоими руками. И я действительно понимаю, что смотри, что сейчас происходит. Ты играешь эту прелюдию, и только что ты сказал последнее, да, и мы договорились, что это картина мироздания, это вот создание. Вот после этого можно писать еще 23 прелюдии и 24 фуги, да. Вот я посмотрел, и у тебя, поскольку у тебя любовь к живописи, ты сейчас практически работал как кистью, как художник кистью. Ты на глазах на этой пустоте до мажора начинал докладывать вот эти, смешивать краски. И появлялись все время вот на педали, вот, и руки вдруг совершают совершенно необычное движение, хотя вроде бы все просто, структурно, в нотах, да. И тем не менее я наблюдал за сложнейшей художнической работой. Ты, может быть, конечно, об этом не думаешь, это рождается само. Или ты специально думаешь, сейчас я вот так красиво... Нет, ну знаешь, тут действительно просто эта музыка, она это больше, чем музыка. Это некий такой энергетический потоп, в который нужно как-то попасть, и потом происходят какие-то вещи, каждый раз немножко другие. Он настолько мощный и какой-то такой особый совершенно. Не зря я говорю, что из этой музыки это зерно, которое содержит в себе все, что будет потом. И, естественно, я не анализирую, как я это играю, просто это некая энергия. Ну, я хочу тебе сказать, что я вот, получаю сейчас, сидя рядом с тобой, справа от тебя, вот особо ищу удовольствие. И, кроме того, я считаю, что то, что ты вот сейчас сыграл, это просто действительно потрясающе. Потому что сколько людей играют эту прелюдию, и рождается мысль, скучно. А вот у меня сейчас появилось накопление энергии, которая в конечном итоге, в предпредпоследнем такте, вылилась в это страшное до-сибикар. Сыграй, пожалуйста, этот такт. Вот он. Да, собственно говоря, перед этим было сплошное, в общем-то, консонанс, и тут вдруг такой жуткий диссонанс. Да, и более того, что мне еще понравилось, я тебе скажу, что после этого диссонанса ты уже не можешь играть так, как ты играл всю прелюдию перед этим. Ну, конечно. Там было ощущение общего легата, общего движения вот этих веток райских, этих прекрасных плодов, этого солнечного света, идущего сверху вниз, да? И вдруг после вот этого страшного нарушения до-сибикар, да, да, у тебя появилась нон-легата, приближенная даже к стакката. Да, да, да. Вот это вот потрясающе. И вот теперь давай попробуем пойти дальше. Итак, картина мироздания готова. Господь создал мир, вот он отдохнул, и вот вдруг не успел он отдохнуть, как произошло грехопадение. Вот не послушались его. Помнишь, пришел в рай и говорит, Адам, где ты? Бог не знает, где Адам. Адам говорит, здесь я. И вдруг видит, что Адам закрывается от него. Почему он вдруг понял, что он не одет, и Ева не одета? Значит, познали. Вот происходит изгнание. И вот Адам и Ева должны совершить свои первые шаги по этой грешной земле. Как должна звучать фуга Адама и Евы после того, как эта Сибикар появилась в дом-мажоре? После того, как произошло нарушение вот этой плавной гармонии мироздания? Ну, здесь вообще серьезный богословский вопрос. Я не хочу его затрагивать, потому что тогда все передачи полетят, и мы будем говорить только об этом. Потому что если, да, ну, смотри, если предположить, что без Божьего соизволения ни один волос с головы не падает, да? А потом предположить, что вся система, вся матрица, весь алгоритм мироздания нарушен из-за того, что Ева съела плод, которого Бог не предполагал, тогда мы вынуждены сказать о том, что Бог не всесилен. Потому что так сотворить все, что вся цивилизация пошла прахом, и за это через тысячи лет должен был прийти Христос и расплачиваться за то, что все-таки Ева отведала яблоко, то получается немножечко не совсем логично. Но давай будем придерживаться баховской концепции, потому что он был очень верующим. Да, безусловно. И это чувствуется во всем, да? Конечно, это в каждой его буквально ноте. Да, потому что здесь ведь каждую музыку можно решить подтекстовать текстами хоралов, лютеранскими. У него же все время, когда он писал даже инструментальную музыку, в голове были и вокальные мелодии, а когда он писал для вокала, то бедные вокалисты должны часто петь абсолютно инструментальным путем. То есть у него это настолько было едино, текст и музыка, и вокальная, и инструментальная, что, например, эту фугу прекрасно ведь можно спеть, да? Конечно, конечно. И вот у меня теперь к тебе вопрос. Сыграй нам, или просьба, скорее, сыграй нам, пожалуйста, самую тему. Итак, первые шаги человечества на земле и здании из рая. Стоп! Какого звука не достает в до-мажоре? Соль не достает. То есть есть... А, да. Одного звука нет. Си! Си, да. Почему не достает си? Ну, потому что должно быть развитие. Потому что там, в прелюдии, это си разрушило всю логику и гармонию. Да, действительно, да. Теперь Бах выстраивает тему фуги, используя все звуки до-мажора, кроме этого си. Да, действительно, ты прав. Они избегают си. Они должны строить жизнь по-новому и стараться не вспоминать о том, что лишило их вот этого рая. Поэтому, когда ты достигаешь звука ля перед си, то музыка идет назад, бегом оттуда. Вот сыграй, смотри. И назад, бегом. Смотри, что творится. Да, да вот этого присоединяя на си не доходит. Взял и сыграл. Ох ты, разбойник, ты сыграл его. Нельзя его играть. Оно появляется потом. Но самое интересное другое. На чем строится начало фуги? На четырех первых звуках. До, ре, ми, фа. Что это? Ну, это половина гамбы. Да. Или греческий тетрахорд. Да, тетрасхорд. То есть, смотри, как Бах мыслит. Раз мы начинаем сначала, мы начинаем с истоков музыкального развития. А истоки это до, ре, ми, фа. Когда тема появится в доминанте, эта же тема продлится и будет второй тетрахорд. Да, и получится второй тетрахорд. Сыграй. Стоп, а теперь сыграй тему. Первую и вторую. Знаешь, какой он удивительный Бах? Да, ну это действительно, потому что это богословие. Это безумие. Чистое богословие, чистая философия, обращение к греческим древнейшим ладам и системам. И вот здесь начинается вот развитие. Развитие жизни на земле. Зависть, рождение цивилизации. Они на земле. В поте лица возделывать свой хлеб, рожать в муках. И вот сейчас первые шаги, еще только первые, еще до мажор, еще светлые мысли на будущее. И феноменальной красоты голосоведения фуга вся именно построена на этих линеарных движениях, без скачков, без трагических озарений. Да, удивительно внутреннее какое-то спокойствие. Хотя и передвижение трагизма, который будет очень скоро. И ты чувствуешь его, когда играешь? Конечно, конечно. Поэтому нам особенно интересно будет услышать, как ты ее сейчас сыграешь. Потому что я как бы воспринимаю ее всегда как какой-то еще покой, какая-то медитация. Да, безусловно. Но в ней уже есть вот этот вот надвигающийся мрак. Да, тогда сыграй. Я услышу, мы все услышим надвигающийся мрак. Итак, первая фуга. После грехопадения, начало, музыки, тетрасхордус, четыре звука, гамма, до, мажор. Начало. КОНЕЦ 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 Знаешь, не случайно мы с тобой в Питере сразу бежим в Эрмитаж. Ты много раз посещаешь музей Ватикана, каждый раз приезжая в Рим, и в других городах мира. Потому что я совершенно согласен сейчас с тем, что ты сыграл, и с этим движением кульминации, и с этим ощущением картин великого якобы Рейсдаля, Соломона Рейсдаля. Когда ты видишь одновременно как бы пастораль, как бы тишину, скажем, еврейское кладбище, да? И вместе с тем там где-то зарождающаяся гроза, ощущение какого-то непокоя, да? Или вспомни Левитановскую над вечным покоем, да? Над вечным покоем, да. Это ведь одна из самых страшных напряженных картин в истории цивилизации. Хотя называется она над вечным покоем. То есть, оказывается, вечность состоит из мгновений напряжения страсти. Помнишь, Пастернак писал, мироздание лишь страсти разряды. Мироздание лишь страсти разряды. И вот ты сейчас, на мой взгляд, очень точно это показал, и я просто еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям. Радиостанция «Орфей» — это радиостанция, которая родилась как радиостанция для какого-то определенного как бы процента населения. Тех людей, которые в детстве получили в семьях своих музыку от мамы, которая играла, да? Это была старая русская традиция от бабушки, от того, что мама, папа и сосед играли в квартете или трио, два соседа собирались, да? Были когда-то такие семьи в России, и вот дети с детства привыкали к музыке. И для них это, само собой разумеется, или в какой-нибудь школе, вдруг не просто учитель такого пения, когда дети по Кабалевскому входят, маршируя в класс, а потом якобы должны слушать симфонию Малера. После того, как человек отмаршировал, у него все мышление переходит в спинной мозг, и он уже не может слушать музыку по-настоящему, потому что русский человек, он перед тем, как слушать музыку, он молился. Конечно. Да, то есть медитация. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Я, мы с тобой сейчас обращаемся, может быть, не к тому даже маленькому проценту только, а мы обращаемся в надежде на то, что, может быть, каким-то образом нам удастся увеличить этот процент людей. Почему? Потому что от этого ведь зависит будущее страны. Многие не понимают, они считают, что это вопрос вкуса, и не понимают, что это связано с возможными появлениями нобелевских лауреатов, которые будут слушать эту музыку. Вот поэтому у нас задача сейчас и дальше, да, обострить восприятие. И вот кто-то, крутя ручку радиоприемника, ища разной станции, вдруг на секундочку остановился, потому что он услышал не совсем обычное. И он задержался. Вот если он задержался, он наш, он пойман. Если он послушает 10-15 минут и останется сейчас с нами, он вдруг в себе откроет эту возможность. И вот когда ты сейчас играл эту фугу, я думал, боже мой, я сейчас сижу рядом с тобой и переживаю каждое движение, каждое сплетение, так называемую стретту, когда тема сама на себя начинает, это же потрясающее место, да, та-ра, и вдруг по-ра, то есть они начинают сыгрываться друг с другом. Или когда мотив, там-та-да-дам-пам, бах начинает играть, та-да-дам-пам, начинает разыгрывать этот мотив в сочетании со стретой, в сочетании с ритмическими расширениями, увеличениями. То есть это грандиозное математическое действие, это как астроном, который смотрит в гигантский телескоп, и в отличие от нас, простых смертных, который просто говорит, какое красивое небо, он с ума сходит от этого сочетания звезд, от вспышек сверхновых, от того, как меняется картина на миллиарды световых лет вокруг и так далее. Вот так же мы слышим эту фугу, да? Безусловно, безусловно, то есть это, ну там целая вселенная, конечно. Да, да, и это философские трактаты, это тома, поэтому я предлагаю всем, кто потом пойдет на интернет, зайдет вот на сайт Орфея, там где будут записаны, будут лежать наши передачи, вот прослушайте несколько раз эту фугу. Да, там столько всего. Да, каждый раз вы будете открывать, открывать. Сначала послушайте, как тарарарам звучит, да, в разных вариантах, а потом послушайте, как бах начинает играть мотивом, та-да-дам-пам, та-да-дам-пам, что творится с ним. Но в конечном итоге ты все-таки до грозы не добрался. Ты вернулся в до-мажор, да, сыграй последние такты. Такие они у тебя были какими-то опять медитативными. Субтитры создавал DimaTorzok Ты знаешь, что одна эта концовка, эти несколько 4-5 актов, мне кажется, одно из самых сильнейших творений Баха. Я с тобой абсолютно согласен, и особенно, учитывая, как ты потрясающе нашел вот эту педаль здесь, которую ты не снимаешь, и какой-нибудь учитель музыкальной школы сказал бы, убери грязь, убери педаль, запаздывающая педаль, как положено, сыграй запаздывающую педаль, как положено, как сказал бы учитель музыкальной школы играть. Да, да, а теперь покажи, что ты делаешь, идет какой туман. Как будто бы глаза заволочены слезами. Да, и вот это все воспоминания, потому что дальше уже никогда не будет этой безмятежности. Вот она, последнее движение к этому чистому до-мажору, да еще высоко, в высоком регистре. Запомнили это состояние? А теперь смотрите, слушайте. Перед тем, как закончить эту передачу, мы сейчас начнем играть прелюдию номер два. Из до-мажора в до-минор. В чем отличие мажора от минора? Только в одном. Мажор, он космический. Почему? Потому что система Абертонов требует после до, соль квинту, до октаву и терция мажорная. Это не мы придумали, и не Бах придумал, и не Моцарт придумал. Да, совершенно верно, это объективно. Это космос придумал, до, вообще до. Оно включает в себя и соль, как Абертон, и до через октаву, и ми, терция, уже четвертый звук терция. Таким образом, это бессмертие, это космос. В любой точке космоса, миллиарды световых лет отсюда, если ты это играешь, и если есть разум, они скажут, о, приветствуй, собрат по разуму. Ты знаешь законы Абертоновой системы и физики. Обрати внимание, начало прелюдии. Ой, молодец. Конечно. То есть Бах показывает на самом деле звук до и разлагает его на его Абертоновые составные. Вот то самое зерно, о котором мы говорили. Да, а сейчас ты сделаешь одно движение, только один звук изменишь, который говорит о том, что мы лишились бессмертия и превратились в смертных. Вот что Бог с нами сделал. В космосе это нет, этого нет. Это означает, друзья мои, извините меня за такое резкое и страшное слово, это означает, что мы смертные. Это означает, что мы навсегда обречены знать о том, что наша земная жизнь ограничена. Это знать не очень легко. И против этого знания все искусство выступает, как только может. Его идея вступить в конфликт со знанием о смерти и всеми возможными путями доказать бессмертие. Да. Продолжение следует...